Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Я вернулась к теме пикировки перца и заглубления. Нужно ли заглублять перец? Потому что когда я пикировала перец и говорила, что я заглубляю его по семидольной листики, что так рекомендуют специалисты, многие начали задавать вопрос, зачем заглублять перец? Перец, ведь в интернете везде написано, что он не образует дополнительные корешки. Я, конечно, очень удивилась, что еще есть люди, которые действительно верят, что корешки дополнительный перец не образует, не создает. И я тогда пообещала, что как только у меня начнет, ну найду где-нибудь перец, который образует корешки, я покажу. Вот я решила показать. Вот я затянула с пикировкой, видите, только началась сегодня. И перец очень-очень вытянулся, вырос. И все стволики перца, как вы видите, покрыты дополнительными воздушными корешками. Из этого можно, ну как судить, но из этого следует, что перец, так же как томат, очень хорошо, активно образовывает вот эти дополнительные воздушные корни, которые, как бы говорят нам, заглубите нас, пожалуйста. Поэтому я заглубляю, вот видите они, вот они семидольки у нас, вот они семидольные листики, вот они. Сейчас я буду пикировать, и я заглублю прям по самые семидольные листики. Здесь вот эти корни, они уже готовы, я вот так заглублю. Вы представьте, насколько сильнее будет корневая система. Поэтому, когда я называла один, одно из достоинств пикировки, так как я сторонница пикировки, я всегда перца пикирую. Одно из достоинств я называла то, что после пикировки у перца очень сильно начинает развиваться дополнительно корневая система. Вот на всем, на этом стволе, вот эти наши корешки, они очень-очень быстро сцепятся с грунтом, и начнется развитие вторая ступень корневой системы. Обычно после пикировки саженцы, сеянцы становятся крупнее, сильнее, и больше у них урожайность. Но об этом я говорить не буду, урожайность зависит, конечно, не только от корешков, но и от грунта, от наших погодных условий. Но вот этот маленький видеоролик я сняла как доказательство того, что перец образует и очень активно образует дополнительные корешки до самого, вот до самых семидолей, если сейчас не распикировать, он будет дальше, дальше, дальше. И он просится, чтобы мы его заглубляли по семидоле, чтобы вот это все было засыпано землей. Он будет очень рад, если мы дадим земле вот этим корням, и у них как открывается второе дыхание. Так что если вы будете пикировать, то рекомендация специалистов и все, кто пикирует, делают так, заглублять по семидольные листья. Пусть корневая система увеличивается, от этого растения наши только выиграют. Они будут крепкие, коренастые. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это ответ на вопрос, нужно ли заглублять перцы по семидоле, и образуют ли они дополнительные корни. Конечно, образуют, и нужно заглублять.